Тольятинка Наталья Козловская В его совершении подозревается мужчина среднего роста, коренастый, возрасте около 50 лет. Он был замечен в 22-м лесном квартале с канистрой в руках. На месте поджога его застали очевидцы. Двое мужчин, которые мирно гуляли по лесу. Свидетели предприняли попытку задержать злоумышленника, но тут оказалось сопротивление и скрылся. До приезда пожарных они пытались потушить огонь самостоятельно, но справиться своими силами не смогли из-за сильного ветра. Влогер Игорь Кондратьев пишет про Жигулевскую Атлантиду. Поисками загадочной Атлантиды исследователи занимают уже не одно тысячелетие. Написано много научных работ и литературных произведений. К настоящему времени число их составляет 25 тысяч томов. Сейчас существует в основном два мнения о месте расположения Атлантиды. Первый — там, где указал Платон, то есть с Гибралтарским проливом в Атлантике. Второй — это остров Крит и близлежащий архипелаг Санторин. Атлантида погибла, но остались его островки не тронутые ни морем, ни льдом. Одним из таких островов является Приволжской возвышенности, в частности Жигули. Хотя сменились флоры и животные мира, остались реликтовые растения третичного периода. А может быть, осталось нечто еще непонятое. Ведь передается из поколения в поколение предание жителей Самарской Луки о необыкновенных явлениях в Жиглевских горах. И существуют места с магнитными аномалиями. Недаром Жигули привлекают искателей необычного и загадочного.